вы на канале да винчи с вами даша виноградова всем привет сегодня буду лепить скорпиона такой дизайн возможно не самый востребованный но он такой достаточно классный красивый и если вам нужно слепить такой декор например для человека со знаком скорпиона или для любителей мастер-класс вам обязательно пригодится я намешала такой интересный цвет у меня здесь и белая глина и черная и немного золотой фима и немного коричневой и в итоге слепила я вот такой вот овальной продолговатой формы сначала туловище но мне это не понравилось я решила лепить основное туловище из кусочков сформировала сначала заднюю маленькую часть и сложила потом вот такую вот колбасу в итоге что-то такое сначала непонятное получается и мне это напоминало и гусеницу но в принципе я понимала что когда я закончу уже его полностью он действительно будет похож на скорпиона хвост я делаю отдельно он более тонкий его я не буду делать из отдельных частей они кстати очень помогают разделить ровно подобные вещи на одинаковые части ну и конечно мне очень помогают силиконовые кисти потому что резких таких переходов не должно быть от нити все таки нужно сгладить эти части поэтому тут без силиконовой кисти не обойтись ну дальше в принципе вам остается только смотреть наблюдать и повторять если вы хотите тоже лепить скорпиона кстати я его разместила слишком низкой у меня бы не не вместились клешни поэтому аккуратно приподняла с помощью лезвия и переместила его немного выше и работаю дальше очень классно такие скорпионы смотрятся с втиркой например золотой можно сделать золотого скорпиона можно серебряного можно сделать на нем какую-то текстуру там допустим с помощью мелкого дотса сделать такие много мелких углублений потом нанести втирку ну в общем тут все зависит от вашей фантазии но скопиона можно сделать не просто гладкого а прям такого очень очень интересного уникального клешни я посмотрите разрезала сначала эту капельку и и острую часть напополам и но внутри не просто разрез а внутри между клешнями пустое пространство напоминает что-то в виде капельки такой ну то есть это не ровный срез а именно такой более натуральный вид ноут если присмотритесь внимательно увидите обязательно клешни делаем такими зазубренными делала я это с помощью лезвия все очень очень просто ничего сложного также не забываем про тонировку периодически я прохожусь сухой кистью и черной сухой пастелью в основном по периметру вы можете наблюдать или по стыкам то есть по линиям где сходятся разные детали лапы мне кажется вот вот эти вот 6 клап они такие самые кропотливые обратите внимание как я их загибаю я их не стала делать выпуклыми то есть торчащими на чашке это можно сделать но тут нужно проволоками то есть каркас для того чтобы это было более прочным но я не стала делать каркас разместила их на плоскости и если вы будете делать также чтобы на плоскости это смотрелось красиво нам нужно расположить их именно вот так как я расположила то есть под тем же углом с той же тонировкой потому что тонировка тоже играет важную часть важную роль какие-то части у нас более светлые потому что они находятся ближе к нам какие-то части лап более темные потому что они уходят как бы вы не за если мы представим скорпиона стоящим поэтому поэтому просто внимательно смотрите я стараюсь по максимуму дать вам эту информацию чтобы у вас вопросов не возникало но конечно если есть какие-то вопросы пишите в комментариях я обязательно всем отвечу я стараюсь не пропускать ни одного комментария не оставлять без ответа так золотистой втиркой я жала скорпиона выделяю мне нравится очень классно получается мне еще нравится я когда-то лепила скорпиона давно и я нажала разместила страз стеклянный такой очень красивый с очень красивым блеском тоже смотрит и замечательно чашка конечно вся запачкана в черной сухой пастели это не страшно все потом можно оттереть но вообще рекомендую брать вам у меня есть определенные чашки на которых я леплю которые уже стали рабочими а потом после запекания клею фигурку на такую более чистую чашку нетронутую но это конечно чашки должны быть одной формы обязательно учитывайте также фима гель беру и прохожусь по всем стыкам по тем деталям которые я присоединяла и отправляю в печь скорпион уже запекся аккуратно приподнимаю его ножом и снимаю с чашки видите какой след остался покрываю фима лаком в три слоя и запекаю меня еще вот такая досточка с именем но это показывать вам не стала потому что у нас урок про скорпиона надеюсь мастер класс вам понравился скорпион получился классно мне нравится что он шикарно так вот блестит и тонировка черной сухой пастелью она видно и она очень добавляет такого шарма образом надеюсь мастер-класс понравился жмите на колокольчик под меня не потерять и лайк этому видео мы увидимся пока пока